Мама двоих детей, саровчанка Валентина Гришина, первый реальный донор костного мозга в нашем регионе. Валентина сдала кровь на типирование в апреле 2018 года, а через год и семь месяцев услышала заветный звонок. Валентина стала донором для женщины примерно своего возраста. О ней неравнодушная саровчанка знает лишь то, что через несколько недель после трансплантации женщину выписали. Заветный звонок может услышать каждый, сдавший кровь на типирование. Анна, донор со стажем, решила принять участие в акции, не раздумывая. Врачи образованы недавно и очень мало там доноров. Я решила, что от меня не будет в любом случае, если я сдам 9 мл крови, возможно, кому-то она сможет подойти. И человеку пересадят мои здоровые клетки, и он продолжит полноценную жизнь. Несколько минут и всего 9 мл крови. Драгоценные капли отправят на исследование. Врачи установят генотип Анны и занесут ее в общероссийский регистр потенциальных доноров костного мозга. Это подарит надежду тем, кто борется с онкологией и гематологией. Сейчас в регистре около 100 тысяч человек, однако этого все еще недостаточно. Поэтому благотворительный фонд НОНС проводит такие масштабные акции два раза в год. Можно, с одной стороны, говорить о том, что за 5 лет регистр вырос с 24 тысяч до почти 100 тысяч. Это хороший результат, хороший. Но нужно-то не менее 500 тысяч, а на самом деле по объективным оценкам более миллиона. Наша задача менять на самом деле мировоззрение людей и отношение к этому вопросу. Это самое важное. В зарубежных регистрах не всегда можно найти человека, у которого генотип такой же, как у нашего. На этот генотип влияет, где человек живет, чем он питается. И поэтому каждая страна, абсолютно каждая страна развивает именно свой регистр. За один день потенциальными донорами стали 1136 нижегородцев, 583 в Нижнем Новгороде и 553 в области. Озвучены также районы рекордсмены. Больше всего капель жизни подарили жители Держинска, Павлова и Сарова. На сегодняшний день в общероссийский регистр вошли 10 309 нижегородцев. Уже 10 из них стали реальными донорами костного мозга. А значит, дали шанс на жизнь 10 людям. Благотворительный фонд Росфонд озвучил интересные факты. В Российском федеральном регистре доноров 9,5% жителей Нижегородской области. По организации массовых акций Росфонд признает наш регион лидером. Следующая масштабная акция по сдаче крови на типирование в Нижегородской области благотворительный фонд НОНС запланировал на октябрь. Стоит отметить, что НОНС помогает онкобольным детям уже 12 лет. Спешите сделать добро и вы. Валерия Стародумова, Екатерина Васильева, Вячеслав Орлов. Время новостей.